Я должен сказать, как с помощью моего друга Владислава Петухова я впервые в жизни увидел капитализм. Я побывал в нем, я чуть ли не пил в нем пиво посредине Одессы, в получасе от дома. Вам какое, спросили меня, у нас восемь сортов. И я обиделся. Они не имели права ставить меня в неловкое положение. Я и так в нем находился всю жизнь. Разве есть пиво, кроме пива? Есть, оказывается. А эти магазины, эти меха, эти бриллианты, эти шубы, раскинутые по паркету, где-то посредине Одессы, где-то в 79-м или 80-м году. Я хотел крикнуть, да здравствует Советский Союз, смерть к провокаторам. Но ты шепнул мне без эмоций. Это документальный рассказ. Без эмоций. И я, шатаясь, побрел среди всех этих людей, жрущих тропические фрукты, глубокой осенью в Одессе, где заканчивался сезон болгарского перца и начинался сезон мороженой картошки. Они жрали свои фрукты. Они смотрели свое кино. От них пахло Фиджеральдом и Хемингуэем. И только я, талантливый и неумолимый, в носках и босоножках, среди шортов и золотых часов, шмаркал носом, стесняясь достать носовой платок. Потом достал его в виде комка и вытер таки, расцарапав лицо. Я застегнул плотнее срочку имени Воровского, чтобы скрыть майку трикотажного объединения «Большевик» и побрел дальше по всем восьми шикарным этажам лайнера Максим Горький, зашедшего в Одессу на 12 часов с немцами ФРГ, куда я, невыездной с детства, через закрытую границу, с помощью моего тайного друга, бывшего секретаря в ЛКСМ нашего института, а ныне начальника пассажирского флота Черного моря, я с его помощью проник, проник и умер. Он меня пропустил только на время стоянки, на два часа, пока он там разговаривал с капитаном. И ты мне сказал, иди по барам, ешь и пей, что хочешь, только говори, я гость капитана. И ушел. А я остался. Я пил и раньше. Я много пил. Но что я пил? Портвейн с конфетой, пиво Пышерс с вяленым бычком и синюю водяру цвета синих баб в голубых триконе ниже колен, трясущейся со мной в одной очереди за спиртным. Я гость капитана с легким несварением от котлет столовой номер 6 по улице Чижикова, состав которых еще долго будет предметом пристального изучения ученых. А сама котлета на аукционе Сотби уйдет за большие деньги. Что я знал, кроме этих котлет и вечно замороженных пельменей из Слудского завода кожзаменителей? Колбасу, употреблявшуюся с той туалетной бумагой, из которой она состояла. Что шло в запивку? Лимонад Дюшес, который сегодня тоже улетит в Сотби. Что я носил? Пальто, перелицованное из шинели. Нам всем хватало на омундирование, а на одежду уже не хватало. Высшим достижением кулинарии, спасибо, друзья, высшим достижением кулинарии для меня были оладьи со сметаной в столовой второго участка порта, где я работал, и бульон из крылышка курочки моей мамы. Да, Владислав Сергеевич, как гость капитана, сдерживая эмоции, чтобы не выдать вас, я ничего не мог заказать. Я только шептал, вы знаете, я гость капитана. Ну, спрашивали меня, экипаж-то там русский, ну, спрашивали меня, что будете пить? Ничего, шептал я, я гость капитана. И что вам налить? Ничего. Может, хотите что-нибудь заказать? И меню на английском, которое я не понимал с детства. Что заказать? Вокруг чужие люди. Мы-то всегда ели только среди своих. Что будете кушать? Что? От голода сводило живот. Вот эти орешки. Я гость капитана. И я стал жевать какие-то лопнувшие орешки, не ощущая вкуса из-за скорлупы. Может, с пивом спросили меня? Нет. И жевал орехи. Откуда я знаю, каким пивом у них это запивают? И Кая от соли зашел в ювелирный. Я гость капитана. Что вас интересует? Ничего. Может, смотреть часы? Что вы сказал я? Я гость капитана. Впервые ко мне приставали, чтобы я что-то купил. Это был высший стыд. Тут всем выкатили какие-то колючие фрукты. Я схватил одну. Или одно. Или один. Я почувствовал себя вором, как чувствовал всегда, когда ел. Вы, гость капитана, садитесь за стол. Вам подадут. Нет, я здесь. Я доживал в углу, корки сунул в карман и пошел искать петухова. Ввиду полной невозможности дальнейшего пребывания в капитализме, ввиду униженности, незнания сортов пива и колбас, я попросил вывезти меня обратно за борт, где и остался с наслаждением в общественном туалете мор-вокзала, среди посетителей ресторана, многие из которых уже мочились, практически не расстегиваясь. Я был среди своих. Среди своих я был недолго, я стал сатириком. Спасибо вам, Владислав Сергеевич, за первую экскурсию во враждебный мир, борьбу с которым мы с вашей помощью, слава богу, проиграли. Спасибо.